В честь Сталинградской битвы и в память павших о Великой Отечественной войне Павлодарские поисковики и школьники провели памятные мероприятия А активист движения из России Надежда Брежнева привезла в Приятышье землю из мест, где проходили самые ожесточенные бои Салат Тимир Болотола продолжит тему Гостью из России, взявшую на себя благородную миссию, встретили на Павлодарском вокзале со всеми почестями Надежда Брежнева не раз бывала на Смоленщине, Волгоградской области и Брестской крепости И знает, как много воинов казахстанцев погибли на этих землях И решила лично приехать в Павлодар, чтобы выразить благодарность потомкам павших героев Для того, чтобы память осталась и передать эту память детям Мы идем одной дорогой, дорогой отцов, дедов, прадедов Для того, чтобы поклониться и сказать спасибо, что вы подарили нам жизнь Историю подвигов героев казахстанцев сегодня бережно хранят ученики школы номер 14 Где есть свой музей воинской славы Стружница тыла, 90-летняя Жебек Апа специально пришла на этот вечер Несмотря на преклонный возраст, она старается не пропускать мероприятия, посвященных Великой Отечественной войне Это очень важно для молодежи Дети должны помнить подвиги старшего поколения, и потому я не могла не прийти Мы должны рассказывать им об истории, о героях, о том, что нам пришлось пережить Сейчас много говорится о Руханижен-Геру И вот такие встречи помогают молодежи лучше понять смысл этих слов Землю с мест легендарных сражений, а еще фрагменты кирпичей из стены Брестской крепости Гостя из России передала в школьный музей Мы спускались в казематы, там где солдаты последние, писали свои письма Прощайте, остался три, остался один, кровью писали Это ужасно, и пусть это никогда не повторится Брест-Жернен Гильзы, каски, личные вещи советских воинов В нашем музее собрано много экспонатов Но таких, чтобы были связаны с подвигом защитников Брестской крепости, еще не было Тогда нас не было с тобой Но мы с тобой сюда вернулись Сегодня Павлодар становится центром поискового движения Казахстана А бойцы местных отрядов проводят огромную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Уже весной именно здесь состоится первый международный форум поисковиков ЕРТС-2018 Куда съедутся единомышленники из самых разных стран Из Павлодара Салават Семировулатула, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий Итоги дня